Каждую осень одна печальная картина. Дороги разбиты, трубы рвутся, а крыши плачут в квартиры горожанам в три ручья. Одни и те же сезонные проблемы волнуют горожан из года в год и кажется не волнует больше никого. Это программа Коммунальный патруль, передача в которой мы боремся с бездействием коммунальных служб и вот о чем расскажем сегодня. Сносит крышу, как выживают жильцы полуразрушенного дома. Игры со смертью проезжую часть отремонтировали, а тротуар не сделали. Барнаульцы уже несколько месяцев вынуждены рисковать жизнью, выходя за хлебом. Вы часто здесь ходите? Ну, раза четыре в день приходится. Вы четыре раза рискуете жизнью, получается? А что делать? Вброд быстрее, врачи и пожарные теряют время на дороге, которую не ремонтировали десять лет. Плохая дорога, как считаете? Отвратительная. Двухэтажка на Зминогорском 110, дробь 10. Здесь пора проводить фотосессии в стиле хоррор. Только один нюанс. В этих развалинах живут люди и фильмы ужасов они смотрят каждый день уже на протяжении четырех лет. Из недавнего две недели назад в одной из квартир частично обрушился потолок. Семья чудом не оказалась под завалами. Вот, пожалуйста, сейчас у меня такое будет. А тут никто не думает ничего. Ничего не думают убирать. Тут это все провалилось. Вот это они заделали. Вот я могу вам фотографии. Тут вообще деревья были видны. Когда это случилось, вы были дома? Да. Да. Меня чуть не привалило этим потолком. Я только успел... Не болит старой группой. Койку дока. Вот вдвоем мы с женой. Я сюда эту койку вытащу. И хорошо, что я успел вытащить. А то бы ночью меня привалило. Смотрите, как упало. А койка там стояла. Полуразрушенный дом, в котором живут десятки человек, пора признавать аварийным и расселять людей. Чиновники же ограничиваются временными мерами, возмущаются люди. Сейчас они мне поставили подпорки. Вы понимаете, у меня здесь провисло. У меня упадет здесь. Я здесь сплю. Куда мне это все девать? На улицу. Кошачья мяу за кадром. Животные тоже просят о помощи. Крыша над головой хозяев. Это и их спокойствие тоже. После страшного ЧП, частичного обрушения потолка, чуть не унесшего жизни людей, решать судьбу дома съехались едва ли не все инстанции. Здесь человек, наверное, 10 собралось и друг на друга пальцем тыкали. А кто, кто? Администрация? Администрация и живут отсюда. Они понимают, что они чуть не убили человека? Да ничего они не понимают. Им этого не нужно. И человеку плачу, чтобы она за мной ухаживала. Они суки меня хотят. Умерть ведь? В итоге власти выдали решение провести капитальный ремонт крыши и фасада. Ответственным за работу назначили фонд капремонта многоквартирных домов. Дело сдвинулось, но к процессу у жильцов множество вопросов. Стена вывалилась полностью. Это уже вот, вот видите, у них окна и все, это все покорежено. Все покорежено. Вот это сейчас они делают. Что они делают? Какую кладку? Они никакую кладку не делают. Они на старые кирпичи накладывают вот это. Это рухнет все. Посмотрите, фундамент рушится, все рушится. Эти доски старые на перекрытие крыши. Я прихожу и говорю, вы откуда взяли эти доски? Все хохочут. И говорят, разобрали какую-то, это тоже в аварийном фонде, сарайку. Они хотели крышу иметь? Да, да, вот этими досками. После скандала крышу начали выкладывать более приличными досками. Однако хватило ненадолго. Рабочих почти никогда нет, жалуются жители. И во время съемки в разгар рабочего дня здесь тоже пусто. Если в ближайшие дни над головой не появится теплая крыша, в квартирах будет парниковый эффект. Почему рабочие медлят с ремонтом? Мы попытались по крупицам выяснить в управляющей компании. Почему управляющая компания допустила проседание крыши? То есть там чуть людей не убило. Я вам такую информацию не могу предоставить. Свяжитесь с директором, потому что люди ждут ремонта. Там жить невозможно в этом доме. 110-10. А данный дом, насколько я знаю, там работает региональный оператор. Делает ремонт крови. Вот это я знаю информацию. Все, больше я ничего вам подсказать не могу. Вчера вы были на месте, ни одного рабочего не было. Можете обратиться к региональному оператору в фонд капитального ремонта. Обратились те, в свою очередь пояснили, что дом в приданное получили от управляющей компании. К ней и вопросы. А по поводу затянувшегося ремонта крыши, за который отвечают напрямую, говорить на камеру, отказались. Это крах, мы на поле боя, прям на поле боя. Вот только я еще не вытаскиваю раненых, как медсестра. Жильцы уже написали заявление в прокуратуру. Они ждут помощи от надзорных органов, ведь трагедия может случиться в любой момент. Как, собственно, и здесь, эта улица Путиловская, летом проезжую часть отремонтировали. С одной стороны обустроили тротуар, с другой забыли. Люди идут по дороге. Тротуар идет и резко прерывается. Раньше вдоль дороги был строительный переход, но в этом году его демонтировали, новый не установили. Островок безопасности не обустроили. Очень неудобно и небезопасно. Вы часто здесь ходите? Вообще что-то, может быть, обращались? Нет. Ну, раза четыре в день приходится. Вы четыре раза рискуете жизнью, получается? А что делать? Что делать? Здесь было что-то такое закрытое, переход был. Ну, надеялись, что когда переход, это было временно, когда его уберут, будет тротуар. Ну, что-то пошло не так. Опасно, конечно. Тротуар нужен. А вы сказали, что вы не местный. Откуда вы? С Олейской. А в Олейской все в порядке? Да. То есть, даже в Олейске всегда тротуары? Даже в Олейске есть у нас тротуары. Да. Вот здесь нету нонсенс. Должны быть здесь тоже тротуары. Ну, здесь стройка идет, поэтому они не сделают. И это правильный ответ. Именно этой стройкой, точнее, долгостроем, который в таком состоянии заморожен, восемь лет прикрываются и городские власти. Чиновники ответили письменно и были немногословны. Они пояснили, что тротуар здесь появится, но лишь после того, когда строят Ледовый дворец. Мы, в свою очередь, обратились в Министерство спорта. Там пояснили, что на достройку Ледовой арены Алтай деньги, наконец, выделены. Работы начнут в следующем году, завершат не раньше, чем через 3-4 года. Все это время переход будет смертельной рулеткой. Пожарные машины и бригады скорой помощи вынуждены терять время в дороге. Улица Гридасова не видела ремонта лет 10. Повсюду ямы и асфальтовые бездны. Когда дорожные службы обратят внимание на стратегически важную дорогу, узнавал мой коллега Никита Ербаков. Лужи такие, что можно купаться, говорят автомобилисты. Повсюду рытвенны, и дороги-то почти нет. Ямы занимают сразу две полосы. Автовладельцы даже уверены, дорога в промзоне индустриального района никого не волнует. Плохая дорога, как считаете? Отвородительная. Смешат народ и все. Ужасная дорога, надо ее ремонтировать. Здесь ездить невозможно. Ну, только на грузовой можно потихонечку. А он на легковой никак. Расширить бы желательно бы. Здесь и промзода, и стоишь, и на обочине, а машинам негде проехать. Теряют время не только машины. Неподалеку пожарная часть. На этой дороге по нескольку раз в день спасатели теряют минуты, пока объезжают ямы. И вместо того, чтобы мчать к пожару, соблюдают негласный скоростной режим этой местности. Не более 10 км в час. Кстати, сами пожарные уже несколько раз обращались в нашу редакцию с просьбой рассказать об ужасной дороге. Комментировать эту проблему им запрещено. Недовольны не только пожарные, но и медики, которые сокращают путь этой дорогой. И это не считает десятков грузовых и легковых авто. По словам местных жителей, асфальт здесь не меняли лет 10. В мэрии признают, дорога в неудовлетворительном состоянии. И жалобы на это к ним поступают регулярно. Реагируют как могут. Так, две недели назад дорогу отгрейдировали. Уже и незаметно. Качественного ремонта пока не ждать. В первоочередном порядке в план работ включены улицы с наибольшей интенсивностью движения, по которым проложены маршруты общественного транспорта, улицы с расположением социально значимых объектов. Ремонт дороги с полной заменой асфальтобетонного покрытия запланированы на 2023 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году никаких планов по поддержанию Гридасова нет. В 2021-м обещают засыпать ямы сколом асфальтобетона. Конечно, если хватит материалов, подчеркнули в мэрии. Остается надеяться, что направление все-таки дождется ремонта и станет дорогой. Если вы тоже столкнулись с бездействием коммунальных служб, если ваша управляющая компания также кормит вас отписками, а коммунальные проблемы не решаются годами, расскажите о них в социальных сетях телеканала «Толк» или позвоните напрямую в редакцию. Мы поможем их решить. Это был «Коммунальный патруль». До встречи в новом выпуске.